Доброе утро! Вы смотрите Танго Фрэш. А это значит, что отличное настроение и заряд бодрости вам гарантирован. Сегодня гость нашей передачи – человек, который вносит весомый вклад в развитие отечественной системы дошкольного образования. Человек, который может все и при этом успевает быть любящей женой и мамой Айсулу Ашим. Доброе утро, Айсулу! Как ваше настроение? Расскажите, как начинается ваше утро? Доброе утро, Дамир! Доброе утро всем! Как начинается мое утро? Но оно бывает разное. Конечно, когда мы на пассиве, когда бывает это очень редко, я готовлю красивый завтрак для всей семьи, для супруга, для своих детишек. Когда это, конечно, утро нон-стоп и весь режим, естественно, просыпаемся, часто со словами, что встаем и опаздываем. Наверное, это у всех женщин успешных, у всех бизнесменов так. Потому что детей нужно в садик, как у одного ребенка в школу, самим нужно бежать на работу. Ну, в основном, конечно, я стараюсь, чтобы это утро прошло красиво, эстетично, по-семейному, за столом. И чтобы не повторялся, да, вот как день сурка, каждое утро, оно особенное, да, у вашей семьи? Да, обязательно, обязательно. Нам очень интересно, как проходило ваше детство и кем вы мечтали стать? Ну, все мое детство, это до 11 класса, до поступления в университет, у меня прошло в деревне. Я родилась в Карганинской области Нуринского района, село Майоровка. Вот, родилась именно там, в этом селе, и провела все детство там. Вот, оно такое было у нас полным воспитанием, достаточно вот такого жесткого контроля. Почему? Потому что мама у меня педагог. Вот, все, что касается артистизма, умения держать себя на сцене, дикция, творчество и так далее, это все заслуга нашей мамы, да. Все, что касается гостеприимства, традиции, религии, обычая, это заслуга наших бабушек и дедушек. Вот. Ну, а от папы я взяла такие фишки бизнеса. Ну, он у меня бизнесмен. Я всегда уверена, тот, кто родился в деревне, не в обиду городским людям, тот, кто родился в деревне, умеет делать все. Тот, кто родился в деревне, не имеет права даже говорить, у меня не получается, или я этого не могу. Ну, вы с детства уже хотели, да, быть на сцене, быть на виду, быть общественным человеком, да? Да, ну, это моя, да, детская мечта, я хотела быть актрисой, это с детства, но мои родители посчитали, что, как тогда сказать, да, 20 лет назад, быть в тренде и быть в статусе, поэтому я поступила, по желанию родителей, я поступила на политолога. Ну, вот как раз-таки вы по образованию политолог, экономист, свою карьеру начали как государственные служащие. Расскажите, вот, как вы строили свою карьеру, каких успехов вы достигли, и когда вы поняли, что хотите заниматься другим делом? Ну, после окончания университета я начала свою карьеру, так скажем, да, в Академии финансовой полиции, я там работала преподавателем два года. Да, гуманитарных наук, это философия, социология, культурология, политология. Ну, это, наверное, этот период двухлетний, он такой достаточно яркий в моей жизни, почему, я сейчас позже расскажу. После Академии финансовой полиции я работала в доме министерства, это министерство культуры, и после я работала уже в Акимате. Большой опыт я, конечно, получила за все это время работы. Самое главное, да, что я познакомилась с очень хорошими людьми, высокопоставленными людьми, но с большим сердцем, да, с такой огромной человечностью. Вот, многому научилась у них, да. Ну, и, наверное, в шутку, не в шутку, и всерьез, да. Мой главный успех, когда я работала в Академии финансовой полиции, я нашла себе джипот, выиграла, я нашла себе дом супруга. Замечательно это. В Японии мастерство пересказа истории через иллюстрации практиковали еще с 12 века. Приход в страну западной культуры породил новый жанр – японское аниме. Это явление стало основой для целой субкультуры, которая нашла последователей в разных странах, в том числе и в Казахстане. Чем аниме привлекает молодежь? И могут ли такие глобальные заокеанские тренды пагубно влиять на развитие национальной казахстанской культуры? Наруто, Атака Титанов, One Piece и Унесенные призраками – самые знаменитые аниме, известные поклонникам во всем мире. Субкультура появилась и начала набирать популярность еще в 2000-х годах, но все еще не решены споры об ее экологичности, о том, как она влияет на молодежь и на фтохтонные национальные культуры. Истинные фанаты считают, что неприятие аниме – следствие недостатка информации и излишнего консерватизма. Аниме – это искусство, которое дано понять не всем. Ну, то есть, это очень интересно – смотреть за этим, наблюдать и вдохновляться этим. Интерес подростков также разделили столичные художницы, изобразив казахских ханов в стиле аниме. Одна из них, Магира Тлеобердина, черпает вдохновение и в японской анимации, и в казахстанской истории. Любительница японских анимационных сериалов посмотрела на наших собственных исторических персонажей через призму своего увлечения и получила неожиданную реакцию зрителей. Моим основным триггером было то, что я хотела, чтобы каждый смог это в себе увидеть, вот эту вот нашу национальную идентичность, нашу культуру. Возможно, мы тоже когда-нибудь перерастем в что-то волшебное, масштабное, такое же, как аниме. В основе аниме лежит традиционная форма японского изобразительного искусства манго. Стилистика рисунка, похожая на граффити, делает изобразительный язык достаточно простым и привлекательным. Если посредством аниме я прививаю в своих детях нравственные эстетические идеалы нашего народа или иные культурные ценности, формат подачи не имеет значения. По мнению психолога, по-настоящему детям вредят не сами увлечения, будь то компьютерные игры, чтение фэнтези или аниме, а недостаток родительского внимания и поддержки. Именно за этим дети стремятся уйти из реального мира вымышленны. Если в реальной жизни родитель не способен дать ребёнку счастливую, наполненную, качественную жизнь и героев, ребёнок будет искать это извне. Насколько далеко можно впускать в свою культуру иностранное влияние? Будет это на пользу или во вред? И как воспитать наших детей настоящими казахстанцами? На эти вопросы каждый гражданин и родитель ищет ответы сам. Сегодня мы видим немало примеров того, как одна культура обогащает другую и придаёт ей новое звучание. Айсулу, а теперь хотелось бы поговорить о вашем детище, детских садах «Триумф». Что это за проект и какое главное отличие данного детского сада от других детских садов? Ну, когда мы переехали с супругом в Этарау, это было 10 лет назад, я познакомилась с этим бизнесом. Он был тогда только на стадии начинания частных детских садов. Ну, по крайней мере, это было на Западе так. Поэтому, когда я увидела, что эта ниша, во-первых, пустая, что можно здесь построить свою карьеру, так скажем, реализацию, я начала с этого. Чем отличаются наши садики от других садов? То есть наши проекты, наши все филиалы, мы с супругом занимаемся лично. То есть он занимается строительством, я занимаюсь интерьером. То есть весь интерьер я подбираю так, чтобы это было, во-первых, безопасное место для детей, во-вторых, чтобы это было уютно. То есть второй дом для детишек. Все клиенты, которые к нам заходят, остаются. Не было такого, редко, конечно, такое, что клиент говорит, что там выберет другой садик или подумает. В основном все приходят, их располагает аура. Над этим мы работаем. Аура от чего зависит? От гостеприимства в первую очередь. То есть всех сотрудников я подбираю с большим сердцем. Я не скрываю, всегда говорю о том, что у нас очень мало сотрудников с дипломом именно дошкольного образования. То есть я на это не смотрю. Я смотрю на то, чтобы воспитание и любовь к детям это было прирожденной у сотрудников наших. Поэтому от этого очень многое зависит. Ну и вообще у детишек свободное перемещение по садикам. То есть мы все ходили в садик, мы понимаем, что когда ты заходишь в группу, ты туда не выходишь. Группа, спальня и так далее. В принципе, это правильно. Я не осуждаю. Это когда в государственных садиках и там очень большое количество детей. Конечно, да. Но у нас, так как малое количество детей, то есть у нас до 20 детей в группе, мы можем себе позволить, чтобы дети находились там, где им удобно. Занятия у нас не проходят за партами, мы сидим за партами и так далее. То есть занятия проходят на полу, под лестницей, на лестнице, я не знаю, на улице. То есть у нас свободная форма. Кому где удобно. Кому где удобно и как нравится. Естественно, все занятия у нас сопровождаются, все абсолютно занятия у нас сопровождаются музыкой. То есть это или-либо музыкальный фон, чтобы детки могли расслабиться. То есть вы создаете атмосферу для детей и для воспитателей. Красоты, тепла, уюта, эстетики. И наши дети, в принципе, знают, что такое декор. То есть у нас, когда приходят в детский сад и говорят, ой, у вас так все белое, вы не боитесь, что это же дети, а вы не боитесь, что это все будет маркой и так далее. Нет, мы этого не боимся, потому что мы к этому детей приучаем. И приучаем, что такое красота. И наши дети знают, что, допустим, это декоративная кружка. Ее трогать нельзя, она для красоты. А это кружка для игры. И с ней может там играться. Ее можно выкинуть, налить водички и так далее. Это, кстати, очень многое значит. Потому что дети впоследствии не могут себя вести в обществе. Сходить спокойно в ресторан, сходить в гости и так далее. Ну, а дети занимаются в садике каким-то уже уклоном? Может, уже изучают какие-то иностранные языки? И вообще группы у вас поделены на русский и казахский, да? Или они все вместе занимаются? Нет, у нас разновозрастные группы. Есть казахские группы, есть русские группы, да? По поводу уклона как такового у нас нет. У нас уклон, я всегда говорю, у нас уклон на любовь, теплоту, красоту. То есть через это мы воспитываем детей. Естественно, проходит образовательный процесс. Мы работаем по стандарту Министерства образования Республики Казахстан, но активно дополняем ее российской методикой. То есть все методические пособия, рабочие тетради, раздаточные материалы мы закупаем в Москве. Вот вы переехали с супругом в Атерал, и, скорее всего, первый садик «Триумф» появился именно в этом регионе, да? В каких городах сегодня представлены садики «Триумф»? Так, ну да, вы правы, первый детский сад, наше первое детище, это появилось в городе Атерал, да? Восемь лет назад, да? Около восьми лет уже мы занимаемся этим бизнесом. Вот, в городе Атерал у нас находятся три филиала, да? То есть это мы захватили три актуальные точки города, он не такой уж и большой, да? Это в Нурсаят, центр города, ну и около президентской резиденции у нас филиал. И есть в городе Нур-Султан, мы открылись уже, больше года работаем. В планах у нас город Алмата по большому запросу и город Ахтау. Многие задают мне вопрос по поводу франшизы. Я пока к этому не готова, потому что считаю, что в нашем деле, именно в дошкольном образовании, важно не количество, а качество. Вот, поэтому пока вопрос о франшизе закрыт. В Казахстане 5,5 миллионов детей и около 4 миллионов автомобилей. О том, как правильно и безопасно перевозить малышей, как выбрать автокресло и на что обратить внимание в нашем следующем материале. Ассортимент автокресел сейчас очень разнообразен, хотя названия разные. Например, автолюлька, автокреслопереноска, автокресло и бустер, которые можно держать в руках и перевозить. Они классифицируются по возрасту и весу пассажира. Большинство автокресел универсальны, то есть их можно модифицировать и для малышей, и для детей постарше. Международный институт дисплазии рекомендует, чтобы детки сидели максимально с разведенными ножками. Это очень полезно именно для тазобедренных суставов, поэтому обратите внимание на ширину сидения. И, конечно же, на ткани. Ткани должны быть максимально гипоаллергенными. Прежде чем пересадить ребёнка в автокресло следующей категории, обязательно нужно обратить на рост ребёнка. То есть здесь очень важен уровень штатного ремня, который будет прилегать по телу. Обратите внимание, что здесь уже они отсутствуют, поэтому очень важно, чтобы ребёнка, который мы сажаем в автокресло 2-3 группы, рост составлял не менее 96 сантиметров. Если ребёнок уже достиг 120 сантиметров, то можно его сразу пересадить в бустер. То есть он экономит место и, конечно же, по безопасности уступает полноценному автокреслу с подголовником и спинкой. Некоторые родители считают, что возить ребёнка в автокресло опасно. Якобы это вредит здоровью. А насколько это правдиво, мы узнали у педиатра. Действительно, детей до 6 месяцев в автокресло не сажают, потому что у них ещё не развитая опорно-двигательная система. Их организм ещё не выработал достаточно кальция и других элементов для укрепления позвоночника и других костей. Однако после полугода автокресло обязательно. Это неотъемлемое условие безопасности вашего ребёнка в пути и гарантия его защиты в любых транспортных происшествиях. Айселу, хотелось бы ещё поговорить с вами о вашем другом проекте. Это, можно сказать, такая тусовка родителей, где дети представлены себе, за ними тоже присматривают. Но это отдых для родителей. Как вам пришла идея создать данный проект? Какой формат носят данные встречи? И в каких городах проходят данные встречи? Ну, так скажем, да, любые мероприятия, праздники, какие-то проекты я пронжу через себя. Так как мы с супругом уехали, я ещё раз повторюсь, да, вот там в Атарау, у нас там никого нет, мы сами себе представлены, и мы молодые родители, а нам хочется отдохнуть, а детей оставить не с кем, да. И вот тут возникал вопрос, конечно, да, как это организовать? Потому что сейчас очень много приезжих. Это в городе Атарау, ну, везде, да, это в Нур-Султане и так далее. Бабушки у нас уже не такие, как были там 10-15 лет назад, они сами заняты, там путешествуют и так далее. Да уж их не попросишь посидеть с внуками. Ну, и чтобы никого не нагружать, мы решили сделать такой проект для родителей, когда дети детей, они приводят нам в садик, а родители отдыхают сами. То есть там, да, действительно, это тусовка, мы считаем себя молодыми, у нас и родители активные молодые, поэтому дети, детки у нас, у них своя вечеринка пижамная, это в детском саду, они там накормлены, напоены, уложены спать. А мы, родители, собираемся, то есть мы проводим очень часто игру «Каркодил», мы гуляем сами, так скажем, мы гуляем, отдыхаем с родителями сами, веселимся. И гуляем мы до последнего. Родителям это очень нравится, родители от этого проекта прям в восторге. А в каком городе проходили первые встречи, и какова география проекта уже сегодня? Ну, естественно, первая вечеринка у нас это была в городе Атарау. Ну, родителям понравилось, родители отдыхали, то есть они не ерзали, не переживали, как там их детки уснули, не уснули. Почему? Потому что они нам доверяют, потому что детки находятся у нас под присмотром в детском саду. Когда открылись, естественно, мы в городе Нур-Султан, сейчас благодаря соцсетям, да, это Инстаграм, когда это все просматривают, сторицы, буквально вот у нас, когда была предпоследняя вечеринка, и город Нур-Султан это наблюдал, и все спрашивали, когда вы к нам? Ну, буквально через неделю я прилетаю сюда, чтобы родители отдохнули здесь, в Нур-Султане. То есть, получается, на каждой вечеринке вы присутствуете уже с супругом и сопровождаете полностью, да, мероприятие? Конечно, конечно, да. Любое крупное мероприятие я всегда нахожусь там, где оно проходит. Вот. Сейчас у нас, кстати, да, мы запустили такой новый проект, это «Ночная группа». Для чего мы это сделали, да? Есть родители, которые организовывают то, и свадьбы, и так далее, чтобы они были спокойны. Детки сейчас у нас ночуют в садике. В садике «Триумф», да? Да, в садиках «Триумф», да, то есть мы принимаем и на ночную группу. У нас есть и группа выходного дня, то есть это в субботу, воскресенье праздничные дни, 1 января, 8 марта и так далее, да, чтобы родители могли полноценно заняться своими делами. И плюс мы сейчас запустили проект, это «Ночную группу». Мне кажется, дальнейшее развитие проекта «Триумф» – это 365 дней ребёнок в саду. Да, да, да. Родители привыкнут и просто будут приводить детей, и можно они у вас сегодня, да, у меня дела там и так далее. Да, 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 они и так к нам приходят, да, уже как домой. Ну, а при этом не страдает ли воспитание, вот, связь родителей и ребёнка? В таких встречах, когда родители приводят детей в садик и так далее? Я вас поняла, да. Ну, естественно, кто приводит на группу выходного дня, кто сейчас записывается и на ночную группу, это не от того, что родители там хотят поспать, да. То есть это в основном родители-бизнесмены, которые работают 24 на 7, которым некогда. И я считаю, лучше привести к нам, где ребёнок будет там пятиразовое питание, что он будет вовремя уложен спать, что будет проведён образовательный процесс, развлекательный процесс и так далее, нежели этот ребёнок будет дома с нянечкой, да. То есть, там, это будет тет-а-тет, это будет неинтересно и так далее. Вот, это не от прихоти родителей. Это сейчас такие условия диктует наше время. Ну, ещё оставлять с нянечками ты не знаешь и не понимаешь, чем они занимаются, да. В ваших садах, наверное, видеокамеры есть, да. Конечно, конечно. Родители могут любой момент посмотреть, чем занимаются. Да, есть, ведётся видеонаблюдение, да, и по любому запросу родители могут перекрутить, просмотреть. Айсулу, сегодня вы мама двух замечательных девочек, хранительница очага, любящая жена. Скажите, какая она женщина, всёумеющая и всёуспевающая? Ну, будем честны, наверное, да. Это малоспящее, во-первых, да. Почему? Потому что всё успеть, естественно, невозможно. Но, во-первых, нужно выстроить, наверное, правильную стратегию воспитания детей. То есть, допустим, у меня дети, они всегда на чемоданах, они всегда у меня на старте. Я их приучила так, да. Что если я говорю, всё, мы уезжаем, они у меня уже стоят только у порога, ждут меня с супругом, да. То есть они не плачут, не капризничают, да. Они готовы. Ну, мы и объясняем, для чего это нужно, почему у нас сейчас такой ритм. Ну, и потом, чтобы всегда оставаться в ресурсе, да, это очень тяжело, быть, там, ухоженной, энергичной, не спорю. Ну, чтобы быть в ресурсе, сейчас все знают, да, сейчас очень много проводится тренингов, очень много медитаций, проходят коуч-встречи, сессии и так далее. То есть это нужно. Многие, я сама к этому эскепетически когда-то относилась. То есть я думала, я буду сидеть-то медитировать, время тратить, да. Нет, это действительно работает. Нужно и надо уделять время для себя, хотя бы 5-10 минут. Так, ну и, конечно, чтобы... У меня многие девочки задают, девушки, девушки и женщины задают в Инстаграме вопрос, да, как вы не устаете, вы не устали ли вы, как вы находитесь в ресурсе. Я считаю, лучше жить так интересно в самолетах, с перелетами, чем каждодневный день сурка, да, так скажем. Вот, и я считаю, что современная женщина, она должна быть красивая, ухоженная, реализованная, самодостаточная и успешная. Это у всех возможностей, у всех людей возможности одинаковые, просто не всем этим пользуются, да, кто-то ленится. Поэтому можно я обращусь, да, к женщинам? Женщины, встаем утром, готовим красивые завтраки и идем покорять мир. Айсулу, ваш пример стал вдохновляющим примером для многих молодых девушек, ну и для мужчин, наверное, тоже. Скажите, как вы поддерживаете связь со своими подписчиками, подклонниками, и когда вы завели страничку в социальных сетях? Ну, Инстаграм я буквально завела недавно, да, даже годика ему нет. Это такая молодая еще маленькая страничка. Когда-то было некогда, то есть это было становление бизнеса, были маленькие дети, и Инстаграм, все знают, да, что, чтобы вести Инстаграм и оставаться в тренде, это отнимает очень много времени, да, то есть это вложение самого дорогого, это вот твое время. И у меня есть мои подписчики, это в основном аудитория мамочек. Это аудитория мамочек, которые, конечно, когда я завела Инстаграм, я даже не ожидала, что будет такая обратная связь. Честно, тоже как-то вначале скептически отнеслась, но Инстаграм выполняет сейчас, наверное, 30% моей работы. То есть они видят, что я делаю, как я делаю, почему я это делаю, да, и кто за этим всем стоит, за всем этим бизнесом кто стоит. Потому что так как у нас филиалы уже в нескольких городах, естественно, не всегда везде я могу присутствовать и познакомиться лично с каждым родителем, но через Инстаграм-страничку, конечно, они наблюдают. И мы знакомимся через это, за что я очень благодарна. Об обратной связи с подписчиками. Так как мы все мамы, и я мама, и моя обратная сторона подписчиков – это мамы. Мы, конечно, у нас… Какой вопрос обсуждения? Нет воспитания ребенка. Каждая мамочка преследует эту цель. Мы делимся, советуем друг другу, как не уставать, как воспитать правильно, что сделать, куда полететь, какое лекарство купить и так далее, да, то есть это все мамы. Где дешевле взять лекарства. Да, где… Где скидки, это обязательно, да. Вот. Ну и, конечно, добавила сейчас… Каждый раз это новая аудитория, то есть это приход новых родителей, это новая аудитория, да. И самый главный вопрос, да, когда мы будем с родителями отдыхать? Когда вы прилетите и когда мы отдохнем? Асилу, скажите, пожалуйста, есть ли у вас стратегия строительства личного бренда? И с какими трудностями приходится сталкиваться? Ну, чтобы стать личным брендом, я так… Я считаю, что человек должен понять, что он делает и для чего он это делает. Вот. А потом уже последующий вопрос. Как он это будет делать и так далее. То есть он должен знать цель. То есть человек должен знать, чего он достигнет через полгода, через год, как он видит это через 10 лет. Это должен он четко представлять. Но по поводу становления личного бренда, конечно, я думаю, что метод, какая-то изюминка у каждого человека, она своя, да. Конечно, я просматриваю очень много наших медийных персон, успешных наших женщин, да. Это все сейчас доступно. Это можно посмотреть через Инстаграм. Как они живут, как они действительно живут. То есть я сейчас не пришла еще к тому, что деньги приходят просто так. Чтобы заработать деньги, чтобы заработать свой статус, нужно работать. Нужно действительно работать, не ныть, не перекладывать ответственность на других людей. То есть за свой статус, за свою личную жизнь ответственен только ты. Айсулу, нашим дорогим телезрителям, и мне в частности, очень интересно, какие у вас дальнейшие планы? Может быть, вы планируете открывать новые направления в новых отраслях? Ну, конечно, я никогда не стою на месте, да. То есть если мы реализовали один проект, мне становится скучно. Я уже задумываюсь о другом, да. Вот, конечно, в середине июля, дай бог, да, мы с супругом открываем свою дизайнерскую линию. Это будут шикарные, воздушные, красивые аналогов, которых нет на рынке Казахстана. Это будут пляжные накидки. А как вы пришли к этому, что вы хотите открывать дизайнерскую одежду? Ну, смотрите, я всегда такого мнения, что женщина всегда должна быть красивой. Неважно, на кухне она стоит готовить, да, или убирается, или это на праздниках, или даже на отдыхе у моря. Я сама лично, когда езжу отдыхать, летаю отдыхать, да, у меня, я всегда шила разные накидки пляжные, да, то есть это разнообразные, красивые накидки. Ну, это, естественно, для фотосессий, для удобства, это в первую очередь, ну, и для красоты. И знаете, во многих странах я побывала, и когда ко мне подходят и наши соотечественницы, да, и с Россией, там, туристы, и даже иностранцы спрашивают, а где ты это купила? А где ты это шила? Дай мне сфотографироваться. А дай я у тебя сейчас это куплю. Знаете, когда я вот был последний отдых на Мальдивах, я тогда задумалась, так, а почему бы это не превратить в бизнес-проект? Вот, тогда я на Мальдивах очень сильно этим вдохновилась, я поделилась этим с супругом, он, естественно, меня поддержал, и сейчас уже это все на стадии открытия, даже не реализации, все это готово, то есть бутик, он уже на стадии завершения, да, вся наша линия уже на пути в Алмату, и в июле, дай бог, мы громко-громко откроемся. Так что ждите. Айсело, спасибо вам за прекрасное интервью, спасибо за то, что согласились прийти на нашу передачу, поделились своей жизнью, своим становлением личного бренда, о том, что вы вносите весомый вклад в развитие дошкольного образования в нашей стране. Желаем вам, чтобы все ваши направления, все ваши планы воплотились в жизнь. А вам большое, Дамир, спасибо за приглашение, было очень интересно, было очень весело. Ну и вам, дорогие телезрители, спасибо, что вы уделили время, познакомили сегодня со мной. Смотрите каждую субботу на телеканале Хабар программу Танго Фреш. Подписывайтесь на мою инстаграм-страничку, там очень много интересного, познавательного. Буду всем рада. Всем до свидания. Дорогие телезрители, в гостях у нас была учредитель детских садов «Триумф» Айсулу Ашим. Сегодня мы познакомились с успешным человеком, который смог реализовать себя во многих ипостасях, как мать, бизнес-вумен и просто счастливая женщина. Программа Танго Фреш желает вам найти идеальный баланс и гармонию в своей жизни, чтобы радоваться каждому дню. Встретимся через неделю на телеканале Хабар.